Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Я решила внести некое разнообразие. И сегодня у нас гюрзе. Что такое гюрзе? Это что-то наподобие пельменей, но здесь внутри мясо пожаренное, с болгарским перцем, с лучком. Но лучок здесь совершенно не чувствуется. Очень вкусное блюдо. И здесь у нас мой любимый винегрет. Его тоже очень давно не было на канале. Люблю свеклу. Я винегрет впервые попробовала, когда на уроке труда мы его готовили. А до этого все детство мама никогда винегрет не готовила. Не знаю почему. Может не любила. У нас всегда одни и те же салаты были. Оливье, крабовый салат. Мимоза. Как мне было неприятно вчера смотреть Олимпиаду. Мне было настолько жалко Камилу. Я так болела за нее. Вот это все давление, вот этот прессинг, обвинение в допинговом скандале. Естественно, наложили отпечаток на результат. Не знаю, как вы, но я из этой троицы болела именно за Камилу. Она такая милая. Прям вот хотелось мне всем сердцем, чтобы она выиграла. Не то, чтобы другие девочки недостойные. Достойные очень даже. Ну, моей фавориткой была именно она. Она безумно красивая. Все, 15 лет. На нее свалилось столько. Прикиньте, в турнирной таблице есть еще и азербайджан, но я болею за Камилу. Очень странно, да? По-предательски. Просто импонировала она мне очень. Если вы не смотрели, то посмотрите, пожалуйста. Просто она много раз упала. Скорее всего, просто нервы сдали. Но вообще спорт это огромный труд. Но несмотря на это, мне кажется, у человека, который был в таком жестком спорте, просто железный характер. Железная сила воли. У нас была соседка. Она ходила на спортивную... У нас была соседка. Она ходила на художественную гимнастику. Я тоже очень хотела пойти. Но мама говорила, что это дорогой спорт. У нас нет возможности и так далее. Ну, в общем. У нее был такой характер. Она была такая собранная. В любом случае, если мой ребенок когда-нибудь мне скажет, что я хочу ходить на спорт, даже если я понимаю, что из нее не вырастет олимпийская чемпионка, все равно я буду обеими руками за, чтобы ребенок ходил на спорт. В этом плане нам прям давали волю. Моя мама не прессовала вообще ни за что. То есть, например, ты не убралась в комнате. Ну, ничего. Не было контроля. От слова совсем. А иногда строгость прям нужна. Ну, в общем. Я, конечно, поздравляю. Девчонок, которые получили медали. Но за Камилу реально очень обвина. Я думаю, если бы не этот колоссальный стресс, который она пережила, она бы собралась и показала бы самый лучший результат. После выступления и после того, как объявили уже результаты, Трусова, как истинный бунтарь, начала высказывать Этери, что ненавижу лед, ненавижу это все. У всех есть голодая медаль, а у меня нет. Некоторые в комментариях прям жестко высказываются на этот счет. Но мне кажется, вы не правы. Сначала мы должны пройти весь путь, который прошла она. Вставать в 7 утра, идти на тренировки, и так каждый день, и так 10 лет. А потом уже обвинять человека. И надо учитывать, что это все-таки подростки. Та же Камила, ей всего 15 лет. Давайте вспомним себя в 15 лет. Какая была у нас психика. Это переходной возраст. В общем, я прям грустила вместе с вами. Уверена, что вы тоже грустили, из-за того, что Камила не выиграла. Третье место было у японки. Она тоже очень классно выступила. очень сильная участница. Давайте поотвечаю на комментарии, а то вы жалуете, что я говорю на всякие темы, но на комментарии на ваши не отвечаю. Есть комментарии, которые я вижу, очень неприятные темы, на которые я просто не хочу отвечать. Ира Новикова задает вопрос. Ириш, тебе огромный привет. Очень люблю, Айка, когда ты рассказываешь про свои отношения, про трудности. Давненько тебя смотрю. И очень рада, что ты не теряешь мотивацию, у тебя нет морального выгорания. Любим за это тебя. Спасибо огромное. Очень приятно. Насчет эмоционального выгорания. В большинстве, на мой взгляд, выгорание происходит, когда все идет плохо. У меня, например, влоги раньше всегда набирали по 20 тысяч. Сейчас стабильно 30-ку набирают. Естественно, это меня радует. Я хочу снимать дальше. Я люблю снимать мукбанки. Наверное, если даже вы меня вообще смотреть не будете, все равно я буду снимать. На бумажном канале я, конечно, уже всех задрала со своим бумажным каналом. За вчерашний день на мой бумажный канал подписалось 3000 человек. 3000 за один день. Ну какое выгорание может быть. Я очень рада. Понятное дело. На счету отношения. Ну блин, девочки, что мне рассказать? Новости. Что прям обрадовать вас. У меня таких новостей нет. Топчемся на месте, стоим все на месте. Сколько еще будем топтаться, непонятно. Вот и все мои отношения. Ну, девочки, сами понимаете, всегда хочется какого-то развития. когда его нету, это все надоедает. Когда что-то такое происходит, я вам рассказываю. с чем угодно я запиваю чаем. Что угодно. Я очень люблю фрукты с чаем, но когда я это кушаю, все как-то странно на меня смотрят, как фрукты из чая. как это возможно. Короче, такие дела. Будут какие-то радостные новости. Я обязательно с вами поделюсь. Вы меня прекрасно знаете. Я все вам рассказываю. Ну, не прям все. Но по возможности стараюсь как можно больше вам рассказывать. Это, кстати, даже не сказал. Это такой кислый соус. Очень такой кисленький. Ну, с этим прям в тему. Скучно. Кстати, рецепт кюрсей я вам обязательно оставлю. Кому интересно, приготовьте. Получается очень вкусно. Вкус очень сильно отличается от пельмешек, отличается от грузинских гали, потому что здесь внутри жареное мясо. Вчера я так много съела. Так много. Я прям съела вечером, съела две булочки. Доела все роллы, которые остались со вчерашнего дня. Выпила чай. Две конфетки с чаем. Фрукты. Сегодня утром взвесилась. Ничем. Вроде вес такой же. То есть я не поправилась. Хотя, может, это не сразу сказывается на организме. Я просто настолько плотно поужинала. Я уже дышать не могла. Иногда у меня бывает такое настроение. Хочется прям поесть вот так вот плотненько. Хорошо, что такое настроение у меня бывает не каждый день. В общем, винегрет я половину съела. Было очень вкусно. Наелась. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Если оно вам понравилось, то ставьте лайки. Подписывайтесь. Всех люблю. Пока.